Илья Ермолов известен российскому и белорусскому зрителю более чем по 20 киноработам. В творческой копилке немало и театральных ролей. Окончил высшее театральное училище имени Щепкина. Попал туда не сразу. Удача улыбнулась лишь при второй попытке. С детства мечтал о профессии. Медленно, но верно шел к ней, преодолевая трудности самого разного характера. Я приехал после Москвы, когда первый раз не поступил. Зашел в театр и сказал, нужен ли кто-нибудь. Мне сказали, ну нужен монтировщик. Я сказал, ну монтировщик это тяжеловато, может быть что-нибудь попроще. Мы сказали, ну а святитель, что-нибудь можешь? Я говорю, нет, ну научишься. Я поработал святителем почти год, может быть месяцев 10. Уехал и поступил. О том, как он пришел к заветной цели, актер поделился со зрителем перед показом киноленты. Брещане принимали артиста весьма тепло. Во многом потому, что его с городом Надбугом связывают многолетние отношения. Илья Ермолов окончил 17-ю Брестскую школу. Учился на историческом факультете Государственного университета имени Пушкина. Поддержать и поздравить с премьерой новой картины артиста в этот день пришла педагог, которая когда-то готовила его к поступлению в театральный вуз, а также классный руководитель. Однако самым главным зрителем в зале была, конечно же, мама. Конечно, горжусь. Я им гордилась всегда, даже когда он поступил, потому что я знаю, как это все происходило. Мама у меня пела в хоре, я музыкально закончила. У нас как-то мы переезжали из страны в страну. Это все было нормально и естественно. И никто, конечно, не стал артистом, никуда не пошел дальше. Может, где-то вдалеке были какие-то мечты и желания. Но ребенок, сын, вот он воплотил все это. Над картиной «Москва. Я терплю тебя» Илья Ермолов работал два года. Это история о молодом финансисте, попавшем круговорот событий. Действия происходят в один день, и их насыщенность воплощает беспокойную и безостановочную московскую жизнь. Привет. Ты прям мои мысли читаешь. Выйдем пораньше? Слушай. Привет. Позвонила Настя, нужно встретиться по поводу сайта. Это же быстро. Ну, конечно. Режиссер Сергей Аксенов написал сам сценарий, потом он нашел артистов, в том числе меня. И мы так увлеклись работой, нам понравилась история. Разные характеры, проблемы, истории, в которые, как и главный герой, наверняка попадал каждый. Городская суета, знакомая не понаслышке. В целом кино о людях и для людей. Рассчитано на широкую аудиторию. Разрядка обеспечена, настроение гарантировано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова